Глава первая Брайан Энгел остановил пассажирский лайнер L-1011, принадлежащий компании «Американская гордость», у галереи 22, и повернул тумблер, отключающий свет на табличках «Пристегните ремни» ровно в 22.14. Шумно выдохнул и отстегнул ремень безопасности. Он не помнил случая, чтобы его так радовало завершение полета. И устал он как никогда. Голова раскалывалась. Планы на вечер определились окончательно и бесповоротно. Никакой выпивки в комнате отдыха пилотов, никакого ужина, даже никакой ванны по приезде в Уэствуд. Раздеться и в кровать. Он намеревался проспать 14 часов. Рейс 7. Токио, Лос-Анджелес. Сначала отложили из-за сильного встречного ветра, а потом из-за неразберихи в Лаксе, по мнению Энгла, в самом худшем аэропорту Америки, если, конечно, не считать бостонский Логан. Более того, во второй половине полета возникла проблема с герметичностью салона. Поначалу незначительная, но постепенно ситуация ухудшалась и стала пугающей. Они уже опасались взрывной декомпрессии, но до этого дело не дошло. Все как-то стабилизировалось само по себе. Такое нередко случалось, случилось и на этот раз. Пассажиры уже покидали самолет, даже не подозревая о том, что этот самолет из Токио мог стать для них последним. Но Брайан это знал. И оттого голова у него просто раскалывалась. «Эту суку прямо отсюда отбуксируют в диагностический центр», — сообщил второй пилот. «Там знают, в чем проблема?» Второй пилот кивнул. «Им это не нравится, но они знают. Плевать я хотел на то, что им нравится или нет, Дэнни. Мы сегодня едва не сыграли в ящик». Дэнни Кин кивнул. Он тоже знал, что едва не сыграли. Брайан вздохнул, потер шею. Голова не давала ему покоя хуже, чем больной зуб. «Может, я уже становлюсь староват для таких дел». Время от времени, обычно после особенно тяжелого перелета, такую фразу говорили многие пилоты. Но Брайан чертовски хорошо знал, что он совсем и не стар. Сорок три года. Для пилотов гражданской авиации самый расцвет. Тем не менее, сейчас он почти что поверил в то, что сказал. Господи, как же он устал! Постучали. Стив Сирлс, штурман, повернулся в кресле и, не поднимаясь, открыл дверь. На пороге стоял мужчина в зеленом блейзере. Это фирменный цвет американской гордости. Выглядел он как дежурный по галерее, но Брайан знал, что эта птица куда более высокого полета. Джон, а может, Джеймс, Диган, заместитель начальника операционного отдела американской гордости в Лаксе. Капитан Энгл? Да. Он мгновенно принял оборонительную стойку. Первым делом подумал, мысль эта родилась от усталости и головной боли, что ему предложат взять на себя ответственность за прохудившийся самолет. Паранойя, конечно, но в этот момент Брайан Энгл мог предположить что угодно. Боюсь, у меня для вас плохие новости, капитан. — Насчет разгерметизации? — резко спросил Брайан, и несколько пассажиров, проходивших мимо двери в кабину пилотов, обернулись. Но слово не воробей, вылетит, не поймаешь. Диган покачал головой. — Насчет вашей жены, капитан Энгл. Энгл не мог взять в толк, чего от него хочет этот человек, а потому молча таращился на Дигана. — Наконец, до него дошло. Речь, разумеется, шла об Энгл. — Она моя бывшая жена. Мы развелись восемнадцать месяцев назад. Что с ней? — Несчастный случай. Может, пройдем в контору? Брайан с любопытством посмотрел на него. После трех нервных часов полета происходящее сейчас казалось ему каким-то нереальным. Он едва подавил желание предложить Дигану катиться к чертовой матери. Но, разумеется, не предложил. В авиационных компаниях не принято разыгрывать шутки с пилотами, тем более с теми, кто только что прошел по самому краю пропасти. — Что, Энн в порядке? — повторил Брайан уже мягче, заметив, что второй пилот смотрит на него с сочувствием. Диган разглядывал свои начищенные туфли, и Брайан понял, что новости действительно плохие, и с Энн далеко не все в порядке. Понял, но отказывался в это поверить. В тридцать четыре года Энн отличали отменное здоровье и умеренность в привычках. Он также подумал, что более здравомыслящего водителя нет во всем Бостоне, может, во всем штате Массачусетс. Тут он услышал, как задает еще один вопрос. Брайану показалось, что какой-то незнакомец проник в его мозг и использует его рот вместо громкоговорителя. — Энн мертва? Джон или Джеймс Диган огляделся как бы в поисках поддержки, но у люка стояла одна единственная стюардесса, желавшая пассажирам провести приятный вечер в Лос-Анджелесе и бросающая тревожные взгляды на пилотов. Возможно, ее волновало то же, что минуту назад и Брайана, как бы на команду не возложили вину за утечку воздуха, превратившую последние часы полета в сущий кошмар. Так что Диган мог рассчитывать только на себя. Он вновь посмотрел на Брайана и кивнул. — Да, боюсь, что мертва. — Вы пройдете со мной, капитан Энгл? В четверть первого Брайан Энгл уже устроился в кресле 5А рейса 29 Лос-Анджелес-Бостон, авиакомпания «Американская гордость». Рейс этот, завсегдатые трансконтинентальных перелетов, называли «Красный глаз». До взлета оставалось 15 минут. Брайан вспомнил, что после Логана Лакс считается самым опасным аэропортом. Получалось, что в течение восьми часов ему предстояло посетить оба эти аэропорта. Лакс — пилотом, Логан — пассажиром. После посадки боль не прошла, только усилилась. — Голова у меня горит огнем, — думал Брайан. — Просто полыхает. — Что произошло с пожарными детекторами? Здесь же стоит лучшая автоматика. За последние четыре или пять месяцев он практически не вспоминал об Эн. В первый год после развода Эн буквально не выходила у него из головы. Что она делает, как одевается, конечно же, с кем видится. Эн все время стояла у Брайана перед глазами. Он достаточно много читал о разводах, чтобы знать, как выйти из такого состояния. Лекарства тут не помогали, а вот другая женщина могла бы. Как известно, клин клином вышибают. Но другой женщина у Брайана не появилась. Во всяком случае, пока. Несколько ничего не значащих свиданий, один осторожный сексуальный контакт. Он пришел к твердому убеждению, что в эпоху спида все внебрачные сексуальные контакты должны быть осторожными. Но не другая женщина. Он просто излечился. Брайан наблюдал за поднимающимися на борт пассажирами. Молодая светловолосая женщина шла с маленькой девочкой. Маленькая девочка была в черных очках и держалась за локоть женщины, которая что-то тихонько ей сказала. Ребенок тут же повернулся на голос, и Брайан по движению ребенка понял, что девочка слепая. «Забавно», — подумал он, — «сколь многое могут подсказать мелочи». Энн напомнил ему внутренний голос. «Не пора ли подумать об Энн?» Но его усталый мозг старался уйти от этой темы. Не хотелось думать об Энн, теперь покойнице, его бывшей жене, единственной женщине, которую он со злостью ударил. «Может, ему пора читать лекции?» «Посведенным мужчинам, да, пожалуй, и женщинам, почему нет?» «Тема — развод и умение забывать». «Оптимальное время для развода — самое начало пятого года супружеской жизни», — сказал бы им Брайан. «Возьмем мой случай. Год после развода я провел словно в чистилище, задаваясь вопросом, какая часть вины лежит на мне, а какая на ней, гадая, правильно ли я поступил, вновь и вновь заводя разговор о детях. В этом мы никак не могли сойтись, хотя речь шла не о наркотиках или супружеской неверности. Дети против карьеры, ничего больше. А потом у меня в голове словно возник скоростной лифт. Энн была в кабине, и лифт рухнул вниз. Да, рухнул. Исчез вместе с Энн. И несколько последних месяцев он об Энн совсем не думал. Даже когда подходил срок очередной выплаты алиментов. Они разошлись полюбовно. Энн сама зарабатывала 80 тысяч долларов в год до вычета налогов. Деньги выплачивались через его адвоката. Обычная статья ежемесячных расходов. Две тысячи долларов. Больше счета за электричество, но меньше взноса за квартиру в кондоминиуме. Брайан наблюдал, как мимо прошел юноша в ермолке, под мышкой унес футляр для скрипки. Нервный и взволнованный взгляд, устремленный в будущее. Брайан ему позавидовал. В последний год совместной жизни они выплеснули друг на друга немало злобы и горечи, пока, наконец, за четыре месяца до того, как расстались, не случилось, наверное, неизбежное. Рука Брайана среагировала прежде, чем мозг успел остановить ее. Он не любил это вспоминать. Энн крепко выпила на вечеринке, а когда вернулась домой, выдала ему по полной программе. — Оставь меня в покое, Брайан. Говорю тебе, оставь, чтоб больше никаких разговоров о детях. Хочешь проверить свою сперму? Иди к врачу. Моя работа — реклама, а не производство детей. Надоел мне твое мужское шеви... Тут он Энны ударил. Сильно. По губам. Удар вышиб у нее изо рта последнее слово. Они стояли друг против друга в квартире, где потом ей предстояло умереть. Шокированные и испуганные. Тогда он себе в этом не признался, но теперь, сидя в кресле 5А и наблюдая за поднимающимися на борт пассажирами рейса 29, мог позволить себе такую роскошь. Энн коснулась пальцами губ, которые начали кровоточить. Протянула руку к нему. — Ты меня ударил. В голосе слышалась не злость, а изумление. Скорее всего, это был первый случай, когда кто-то в гневе приложил руку к Энн Куинлен Энгл. — Да, — тогда ответил он. — Можешь не сомневаться. И ударю снова, если ты не заткнешься. Больше ты не будешь сечь меня своим язычком. Лучше повесь на него замок. Говорю это для твоего же блага. Больше такого не повторится. Хочешь кого-то пинать в доме — заводи собаку. Четыре месяца они еще прожили вместе, но семейная жизнь закончилась в тот момент, когда ладонь Брайана соприкоснулась с губами Энн. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok